всем привет друзья с вами реал а сегодня мы разберем как прокачивать фамильяров и как получить например героического фамильяра если бы эту информацию я знал с первых дней то не допускал бы ошибок поэтому сейчас вам все расскажу чтобы вы в дальнейшем эти ошибки не допускали во первых нам нужно перейти во вкладку естественно фамильяров и сейчас я объясню самого начала прям для самых новичков что означает звездность фамильяров и как ее прокачивать перейдя во вкладку кодекс мы видим то что у нас бывают обычные фамильяра от 1 звезд до 3 далее у нас идут редкие фамильяра от 3 звезд до 5 героические фамильяра от 5 звезд до 7 и легендарные только 7 звездные 1 звезда у фамильяра означает 10 уровней прокачки то есть двухзвездного фамильяра можно прокачать только до 20 уровня а например 7 звездного можно прокачать до 70 и конечно же 70 в принципе будет гораздо сильнее чем тот 20 именно поэтому нужно эволюции прокачка фамильяров я вам не советую прокачивать обычных фамильяров и конечно можете их использовать у себя в составе но не стоит их прокачивать потому что в скором времени то есть прямо за первый день вы можете сделать себе сразу трех редких фамильяров с этим нет никаких проблем ну а теперь давайте разберем как же поднимать звезды фамильяра потому что чем выше звезды тем больше уровень а чем больше уровень тем лучшие навыки у него появляется и тем больше он дает бс к сожалению на момент записи у меня уже нету трехзвездных фамильяров но давайте представим что вы либо по сюжетной линии получили фамильяра либо он где-то вам выпал из кристалла и он у вас редкий трехзвездный как сделать из него 4 звезды для этого вам необходимо ему повысить максимальный уровень как я вам ранее говорил если у вас фамильяр трехзвездный значит его нужно прокачать до 30 уровня только после этого ему можно поднимать звездность чтобы повысить уровень необходимо нажать повышение уровня в качестве ресурса можно использовать на других фамильяров я вам советую конечно брать только обычных потому что они в принципе ни для чего не нужны и в зависимости от количества выбранных фамильяров соответственно вы получаете опыт еще скармливать фамильяру вы можете специальные крылья опыта у них тоже есть определенный звездность чем выше звездность тем больше опыта они дают то есть их больше нигде нельзя использовать это тоже некая кормежка одна из самых больших ошибок новичка в том что они путают вот эти крылья опыта вот с этим кристаллом для повышения класса и начинает скармливать фамильяру именно вот эти вот кристаллы это неправильно потому что они нужны для повышения класса мы к нему вернемся чуть попозже если вы случайным образом выберите не тот материал то игра вас предупредит то что выбран фамильяр которому можно только повысить класс то есть если вы увидели такую красную надпись значит вам нужно убрать галочку вы использовали не то да конечно он дает очень много опыта но я не советую их скармливать потому что они вам еще пригодятся выбрали мы ненужных нажимаем повышение уровня и прокачиваем фамильяра таким образом нам нужно дойти до 40 у меня это 40 но мы представили что этот фамильяр у нас 30 значит нужно его прокачать до 30 и как только вы прокачали 3 звездного фамильяра до 30 уровня вам станет доступна вкладка роста в этой вкладке вы выставляете 3 звездного фамильяра 30 уровня у меня его нету к сожалению еще раз повторяюсь вот в эту ячейку а в следующую ячейку вам нужно добавить либо точную копию этого фамильяра прямо один в один но можете эту копию не прокачивать то есть копия у вас может быть первого уровня копию прокачивать не надо либо вместо копия вы размещаете как раз материал для повышения класса вот здесь написано что три звезды то есть этот материал позволяет вам не искать вторую копию то есть если вы используете трехзвездного то можете использовать трехзвездный материал в качестве абсолютно любого фамильяра и нажав на кнопку повысить вы получаете себе четырехзвездного фамильяра первого уровня далее вы аналогично повторяете весь процесс берете 4 звездного фамильяра прокачиваете его он до 40 уровня как у меня например и после этого вам нужна еще раз копия такого же фамильяра либо материал который он показывал но уже четырехзвездные вы нажимаете повысить и получаете пятизвездного фамильяра ну а теперь мы все-таки добрались до той части видео где я вам расскажу как получить героического фамильяра для этого вам нужно перейти во вкладку рост но выбрать уже не повысить а привязать и как раз здесь вам необходимо разместить редкого своего фамильяра пяти звезд то есть ниже эта схема не работает если хотите героического только редкий пятизвездный либо выше все размещаете при этом прокачивать его не нужно то есть вы можете оставить его первого уровня я допустил ошибку я не знал про эту функцию я не знал как получить героического фамильяра поэтому я его взял и прокачал не надо просто так вливать в него можете оставить его первого уровня и в качестве материала вы можете использовать абсолютно любого фамильяра самое главное чтобы у него была одинаковая редкость то есть они все должны быть редкие и все должны быть пятизвездные при этом без разницы какого они класс и какой-то фамильяр как вы видите шанс получения большего раритета сто процентов то есть вы сто процентов получаете героического фамильяра пятизвезд но очень важный момент обратите внимание что здесь тип поддержка то есть какой вы используете класс основной такой получается у вас по итогу героически если вам поддержка не нужно нужна защита либо атака то соответственно основного ставите на атаку и в конце получаете себе героического фамильяра естественно уже на атаку к сожалению сегодня я вам не могу это продемонстрировать потому что допустил кучу ошибок слил нужных фамильяров в общем занимался совсем не тем поэтому заранее вам записываю видеоролик все что мне сейчас осталось на данном моменте это добить своих четырех звездных фамильяров потом найти им копию либо материал сделать пятизвездных и соответственно превратить их уже в героический а у вас возможно уже есть достаточное количество фамильяров чтобы сделать себе героическому на этом я буду заканчивать свой видеоролик увидимся с вами следующих всем друзья удачи всем пока